приветствую прежде чем вообще начинать лекции о продукции хочу рассказать почему конкретно именно эта продукция силу своего образования любознательности мне очень всегда интересовала тема действия пищи пищевых веществ на наше здоровье при этом я не только сам хочу быть здоровым а также хочу поделиться знаниями со всеми желающими заниматься профилактикой своего здоровья и здоровья своих близких я весил 126 килограмм соответственно это и нагрузка на сердечно-сосудистую систему постоянная одышка нагрузка на опорно-двигательный аппарат и как следствие боли сустава позвоночники помимо этого самого детства была хроническая пневмония хронический бронхит хронический панкреатит холецистит гастрит пилый нефрит и вообще еще очень огромный букет различных заболеваний в детстве я помню как моя бабушка меня лечила не химическими таблетками тогда их и не было как таковых в таком большом спектре как сейчас а различными взварами травяными сборами молоком медом барсучим баранин жиром куриным бульоном и так далее затем уже изрядно повзрослев став самостоятельным вечно занятым спешащим куда-то да и к сожалению бабушка ушла и некому было проследить за моим здоровьем и что и греха таить медицина наша все настойчивее настойчивее к этому подталкивала стал прибегать к фармацевтической продукции которая практически моментально убирала всю симптоматику болезни что позволяло за очень короткий момент времени быть на ногах и опять встать в строй трудящихся какой-то момент своей жизни где-то уже далеко за 30 задумался над тем что зачастую фармацевтика решает как правило вопросы с болезнями двумя способами или снятия симптомов заболеваний или загоняя соответственно и глубь хроническую форму либо действительно излечивая но при этом нанося сильнейший вред другим аспектам здоровья ведь недаром существует черная такая грустная шутка среди медиков по поводу фармацевтических лекарств одно лечим другое калечим так вот со временем я пришел к тому что профилактировать развитие болезни или ее перерастание в хроническую форму наиболее эффективно как в плане общего состояния организма его здоровья так и финансово профилактика обходится дешевле проще и естественно без побочных последствий задумывался стал изучать данный вопрос более всесторонний особо вспоминая бабушкины рецепты и осознавая тот факт что бессистемно просто заменяя лекарства бабушкиными рецептами или различными растительными препаратами вопрос профилактики невозможно решить так я пришел к изучению нутрициологии как науки о питании и как с помощью питания и его обогащение профилактировать свое здоровье стал изучать соответствующую литературу посещать медицинские конференции по данной тематике а затем закончил сам курс по нутрициологии полученными знаниями я и делюсь с вами своих интернет-ресурсов изучаем нутрициологию я понял сам и надеюсь что вы тоже поймете какое бы правильное сбалансированное строго рациональное питание у нас не было силу современных условий как то объединенность почв выращивание растений в искусственных условиях гидропоний теплицы и так далее использование пищевой промышленности различных химических добавок как готовых так и в полуфабрикатных продуктах в обычном хранении даже при продажной обработке исходного сырья и так далее так далее мы недополучаем необходимых веществ для правильной работы нашего организма современное питание в обязательном порядке необходимо обогащать дополнительными нутриентами особо людям с различными перекосами питания спортсменам занятым тяжелых условиях труда проживающих не в периодных экологических условиях а это в первую очередь жители городов вегетарианцы веганам сыроедом тем кому по состоянию свое здоровье приходится отказываться от различных продуктов питания также мононутриенты либо малоэффективны либо вообще неэффективны а некоторые как примеру тоже гуарана как мононутриент может оказаться ядом для действия любого нутриента любого пищевого вещества требуется дополнительно другие нутриенты причем не просто дополнительно а в некоторых случаях и строго пропорционально и при нарушении этих пропорций можно либо не добиться необходимого эффекта либо как случае с синтезом необходимых белков для нашего организма при нарушении пропорции содержания аминокислот в нашем питании происходит синтеза необходимого белка либо получаем мутагенный белок а это ведет к иммунным онкологическим заболеваниям и даже Ссыпанные продукты, мононутриенты в один стакан, ладонь, ложку, в первую очередь помогают производителю-дистрибьютору, а не вам. Да и для многих необходимых в совместной работе нутриентов требуется уже готовая активная форма. Тогда получается не только более эффективное их действие и необходимое количество потребляемого нутриента уменьшается в разы. К примеру, тот же инозитол, холин, фосфаты по отдельности, а еще несколько других веществ для реакции синтеза в организме. Это в готовой форме фосфатидинхолин, не отдельный инозитол, холин, а уже готовая форма, лицетин. И вот тут возникает очень интересный в некоторых случаях скользкий момент. В биохимии, микробиологии, пищевой, химической промышленности существует много примеров общего названия группы веществ. Тут же лицетин это общее название группы веществ, которые каждый сами по себе имеют абсолютно разное влияние на наш организм. Такой яркий пример, это различные биофлавоноиды. Их более 600, и вот каждый имеет разное воздействие на организм. При этом они полезны, просто каждый по-своему и для своего. Фосфолипиды, те же лицетины, это общее название, они бывают от обычных эмульгаторов. Это подсолнечный лицетин, это обычный эмульгатор пищевой. Его можно есть, его можно питаться, его добавляют в пищу и так далее, но он не является фосфатидилхолином. Также есть фосфатидилсирин, имеющий свое специфическое действие. И конкретно из лицетинов, фосфатидилхолин, имеющий свое действие. До лицетинов применяю их вообще в химической промышленности, есть такие лицетины. Некоторые из лицетинов могут нанести не просто вред здоровью, а являются ядом. Индолы, вот сами по себе, это отравляющие вещества. А вот индол-3-карбонол, очень эффективный онкопротектор. Ну и многое-многое другое, таких примеров можно приводить очень много. Конечно, простому человеку, далекому от биохимии, химии вообще, да и даже имеющему поверхностное понимание, очень тяжело разобраться в этом вопросе. А если еще и учитывать те моменты, что по законодательству некоторых стран, к примеру, Соединенных Штатов Америки, разрешено указывать или не указывать на упаковке с биоактивными добавками значимые моменты. К примеру, вот витамин С, это произведенная из крахмала аскорбиновая кислота, по закону США считается натуральным витамином С, фактически им не являясь. Лицетин, произведенный из подсолнечника, в состав могут написать фосфолипиды, без указания какие именно. А как мы знаем из лекции по лецитину, нашему организму требуется конкретно фосфолидидилхолин, а не какие-либо другие фосфолипиды. И вот таких примеров, еще раз повторюсь, очень много. Разобраться во всем этом, как я уже говорил, практически невозможно для обычного человека. А это только несколько примеров из всего спектра биохимии воздействия пищевых веществ на наш организм. А уже говорить о том величайшем спектре предлагаемых новинки биокомплексов, тут вообще зачастую разобраться сложно даже специалисту. И многое зависит, очень многое зависит, увы, к сожалению, от агрессивности маркетинга и рекламы. Чем агрессивнее, тем больше вероятность приобретения, и тем больше вероятность стать жертвой рекламы. И в лучшем случае нанести вред только финансовому своему состоянию. А ведь можно и повредить здоровье, и только свое, но и своих близких. И для меня, естественно, встал вопрос, как дать желающим максимально понятную информацию. В своих лекциях я отдаю общие знания, какие вещества или растительные ингредиенты необходимы в профилактике или терапии некоторых заболеваний, без пропорционального состава и синергизма. А уже вот как использовать эти знания, каждый, конечно, решает сам. Можете просто прослушать, забыть, можете самостоятельно все собрать и приготовить в своей мини-биохимической лаборатории на кухне. Или же самостоятельно подобрать необходимые готовые препараты. А для тех, кто не желает стать жертвами рекламы, кто понимает всю важность обогащения своего питания, профилактики заболеваний, и понимает важность и значимость использования действительно работающих биопомлицов, и вот созданы мои лекции. Я не позиционирую себя как человека, который назначает все подряд, независимо ни от чего. Абсолютно не стесняясь и могу даже сказать, что горжусь, работаю с конкретными комплексами. И в своих лекциях даю программу уже с конкретными препаратами, дозами, приемами. Но вот какую конкретно компанию для себя я выбрал, почему именно, исходя из каких параметров. Вот об этом сейчас и расскажу. Как я уже говорил, очень широкий спектр различных составляющих при выборе биокомплексов, в которых не всегда разобраться могут даже специалисты, не говоря уже об обычных людях. Поэтому при выборе компании у меня было несколько основных параметров, предъявляемых компанией для продукции. Первое – это этнос. Не буду повторяться по этому поводу, была отдельная лекция, просто к примеру. Те же дозы аскорбиновой кислоты для этноса, проживающего в Соединенных Штатах Америки. 1000 мг – профилактическая доза. Вот для этнических жителей Европы, Малой, Центральной, Средней Азии – 500 мг. Это уже терапевтическая доза. А для жителей Юго-Восточной Азии доза аскорбиновой кислоты вообще не должна превышать 10 мг. И так в отношении практически всех нутриентов. Значит, выбор пал на производство, расположенное в странах СНГ, либо Европы. Это вот как я выбирал производство. Второй очень значимый момент – собственное производство. Увы, многие компании не имеют собственного производства. От силы фасовочное или упаковочное. А готовые нутриенты или сами комплексы приобретаются у другого производителя. Либо производятся на контрактной основе. Я не говорю, что это плохо. Просто зачем приобретать продукцию, произведенную на другом производстве, когда намного лучше и выгоднее приобрести непосредственно продукты производителя. А не фактически так вот, если рассуждать, просто перекупщика, приклеивающего на банку свою этикетку. Собственное производство не должно быть менее 50 тысяч квадратных метров. Поверьте, все, что ниже, не может соответствовать всем предъявляемым к современному производству требованиям. Просто-напросто не хватит пространства для размещения необходимого оборудования, различных зон. Значит, только наличие собственного производства не менее 50 тысяч квадратных метров. Со всеми необходимыми лабораторными корпусами. Немаловажно, для меня важно очень, это фармацевтическая лицензия производства. Так как требования к фармпроизводствам в разы выше, чем к обычным пищевым. Не просто справка СЭС и чистые руки фасовщиков, влажная уборка помещений. Тут должны быть и особые чистые зоны, требования к оборудованию, многоступечная проверка сырья, производимой и готовой продукции, требования к складированию, перевозке, хранению и очень многое другое. Наличие собственной лабораторной исследовательской базы. Проведение научных исследований, апробаций, наличие патентов на изобретение. Как минимум, это говорит об эксклюзивности, а не производстве дженерик. Законность бизнеса. Это тоже очень важно. Наличие стационарных сервисных центров, а не каких-то интернет-заказов со склада где-то там на острове Лимпопо, неизвестно где. Для самих сервисных центров при приобретении продукции и дальнейшей законной реализации должно быть наличие счет фактур, товар транспортных накладных, ну, все необходимые документы, как для обычного бизнеса. Это тоже важный момент, который говорит о том, как минимум, что компания не однодневка, не исчезнет завтра в неизвестном направлении, оставив вас на больничной койке после приема каких-либо чудо-средств. Реализация в аптечных сетях, чтобы данная продукция могла реализовываться в аптечных сетях. В аптеках определенные требования к продаваемой продукции. Многие уже приведены. Просто наличие продаж препаратов в аптеке говорит о том, что все вот эти минимальные требования учтены. Это самое простейшее. В аптеке продается препарат? Да, можно в принципе не задумываться обо всем остальном. Наличие необходимой документации на препарате, это свидетельство о госрегистрации, сертификаты, это можно декларации и так далее. Комплексы нутриентов, комплексы не монопродуктов. Не буду повторяться. Только комплекс правильно подобранный, правильно произведенный, даст положительный эффект и не нанесет вред вашему здоровью. Да и финансово комплексы намного выгоднее монопродуктов. И как следствие, следующий пункт. Клинические испытания. Это тоже важно. И увы, не все компании проводят клинические испытания своей продукции. Только клинические испытания могут дать полную картину действия данного препарата и правильное назначение ДОС. Открытость производства. Тоже очень важно. Возможность посетить производство и увидеть все своими глазами. Не с рекламных проспектов, которые на сегодняшний день, имея даже начальные навыки фотошопа, можно изготовить довольно-таки очень короткие сроки. Проведение медконференций. Это тоже важно. Открытый для свободного посещения. На которых производятся доклады по клиническим испытаниям, результатам апробации, не выдуманная дистрибьютором красивая сказка о чудо-действии, а научно обоснованный, доказанный материал о конкретном применении и обоснованной информацией о конкурентной составляющей. Вот это минимум, который я предъявлял при выборе компании Биокомплекса. И это соответствовало, на мой взгляд, только одна единственная компания. Компания ArtLife, с которой я и работаю. На сегодня все. Будьте здоровы. Оставайтесь с нами. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok